Здравствуйте, господа! У микрофона Юрий Пранько. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время». В этом часе у нас гость. В следующем часе мы будем говорить о главной теме, о той страшной трагедии, которая произошла в Краснодарском крае, о власти, о волонтерах, о том, почему Единая Россия так уперто стоит за губернатора Грачева. Я напомню, что руководитель фракции Единой России в Госдуме господин Воробьев заявил о том, что любая постановка вопроса, связанная с отставкой господина Ткачева, является циничной. Вот это цитата. Поэтому этой теме мы, безусловно, уделим самое пристальное внимание, и не только в следующем часе, но и в этом часе будем говорить о произошедшем. У меня в гостях сегодня Павел Шеремет. Коллега, добрый день. Добрый вечер. Я напомню, наши средства связи 651099,6 код Москвы495. Наш портал в интернете finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть можно слушать, звонить, писать, участвовать в разговоре. Наша программа, наша встреча планировалась заранее, но вот сегодня Павел честно прислал смс-ку, может быть, мне не приходить. Да-да-да, может быть, уже не актуален наш разговор. Нет, мне представляется, на самом деле, он еще большую актуальность приобрел. Я просто скажу, кто, возможно, не читал один из последних постов Павла Шеремета, он называется «Агенты глупости». И, в общем-то, как мне представляется, Павел очень жестко прошелся по нынешнему политическому режиму. Я вот приведу буквально одну цитату, которая мне так врезалась просто в память по поводу, кстати, представителей именно «Единой России». Вот, цитата, «дорвавшиеся до власти единороссы думают, что строят великую Россию на века, а на самом деле переживают только за свой режим и свое ограниченное во времени господство. Они не мыслят категориями великой России, они видят только горизонт своей карьеры». Конец цитаты. Это Павел Шеремет, который здесь, напротив меня сейчас сидит. Я даже могу сказать, почему я решил, или после чего я решил написать такой текст. Я услышал в эфире одной радиостанции обсуждение накануне, обсуждение проекта вот этого закона об иностранных агентах, в котором, в этом обсуждении принимал участие автор этого закона, депутат... Господин Сидякин? Да, Сидякин, депутат Государственной Думы, и он так себя вел, и он так разговаривал, и он так отвечал на вопросы участников этой дискуссии, что я был просто возмущен. А как он себя вел? Потому что он у меня тоже был. Ну, он себя вел абсолютно развязно. На дебатах с Яшиным, да, и после этого он сказал, что к Пранькову ходить больше не будет. Он вел себя абсолютно развязно, он вел себя нагло, и, может быть, он старался быть современным. Знаете, какая сейчас основная проблема с функционерами Единой России? То, что они абсолютно несовременны и неактуальны. Об этом говорят социологи, об этом говорят эксперты, когда проводят замеры и анализируют восприятие россиянами представителей тех или иных партий, тут уже примерно около года все фиксируют, что функционеры Единой России не воспринимаются людьми как политики, воспринимаются как чиновники. И во всех анкетах, опросах пишут, что несовременные, устаревшие политики, кандовый язык разговаривают, как будто на дворе 60-е, 50-е годы 20-го столетия, а не 21-й век. И поэтому вот сейчас, в последнее время, в эфире и вообще на авансцену вдруг стали выдвигать помоложе функционеров. Это заметно. Особенно вот по этой думе. Да, да, да. А почему? Видимо, они, не видимо, а точно, они получают те же самые исследования. И поэтому вот пытаются как-то образ своей партии, коллективное лицо, облагородить, сделать его более молодым и привлекательным. Поэтому вот эти вот сидякины, они пытаются с нами разговаривать, как будто мы активисты движения «Наши», что мы такие нашисты. И вот они, он все время, когда ему начинали приводить какие-то аргументы по поводу его закона, он все время повторял, это врезалось мне в память, не надо троллить закон. Вы троллите закон. Ему объясняет эксперт, что вот ваша инициатива переведет к тому или к этому. А он, да вы троллите закон. Вот это слово «троллить» он повторял очень много раз. Я был такой злой, я просто увидел в этом человеке вот просто негодяя. Поэтому вы их назвали агенты глупостей. Да, да, карьериста вот такого холодного, недалекого, циничного. Более того, они вот этот цинизм свой возводят сейчас в благодетель. Раньше стеснялись этого цинизма и старались как-то вот придать себе какой-то благородный вид, лос какой-то, заботы о ближнем, да. Сейчас наоборот, вот цинизм выпячивается. Более того, они разучили какие-то лозунги банальные. Мы за великую Россию, поэтому нам по барабану вообще, что вы думаете и так далее и тому подобное. Ну, и поэтому мне обидно. Хотя завтра, например, я еду на Селигер. Зачем вы едете? Читать лекцию на шестом. Первый раз я поехал год назад. И поехал, честно признаюсь, как шпион. Меня пригласили прочитать ту же лекцию. Я согласился, но ехал с четким убеждением, что я еду шпионить. И что я буду там подглядывать и подсматривать. И выведу на чистую воду вот этих вот недорослей экстремистов. Но я попал, там несколько смен же происходит. Вот отмороженные собираются в самую последнюю смену. Вот эти все сталинисты, экстремисты, которые вот там устраивают всякие флешмобы провокационные. Они собираются на политическую смену. А я в прошлом году попал на первую смену журналистскую и артистическую. И я увидел наивных вот этих вот свет из Иванова, но увлеченных каким-то конкретным делом. Журналистов, художников там. И я понял, что я должен свою лепту в спасение их душ внести. И я там произносил все, что я обычно произношу, довольно резко, критически по отношению к власти и так далее и тому подобное. Никто меня не отдергивал. Я видел, что... А вы решили повторить? Да, да. Я считаю... Может быть, я наивен. Может быть, я романтик. Но я считаю, что никакие усилия не бывают бессмысленными. И каждое наше слово, которое мы произносим, оно отзывается у кого-то. И, знаете, какого-то убийцу может остановить вот простое слово его потенциальной жертвы. Какого-то фашиста может остановить от каких-то страшных действий вот какая-то книга. Ну, точно так же и наоборот, конечно. Но я в этом смысле романтик, поэтому я завтра еду к нашистам на смену журналистов. Это было у многих сейчас, конечно, удивительно. На смену именно, где соберутся журналисты. Я не поддерживаю точку зрения, что вообще нельзя разговаривать с людьми с другого политического лагеря. Потому что, слава богу, пока в России ситуация не достигла, например, белорусской, где действительно фашистский политический режим... Да, вот вы в своей статье пишете, да, прямо противоведут статуу. В соседней Беларуси Лукашенко правит уже 18 лет. Там настоящий фашизм. Да, там именно настоящий фашизм. Меня иногда за это определение упрекают и начинают со мной спорить, что фашизм — это гитлеризм, это нацизм, это политический режим, при котором уничтожают по расовому принципу и так далее. Но я больше склонен придерживаться такой трактовки фашизма, которая вот последние годы очень популярна, о том, что фашизм, речь идет о политическом фашизме, о подавлении не по расовому признаку, а по политическому. И это режим подавления политических оппонентов, который включает в себя, конечно, в определенной степени национализм. Он включает в себя цензуру, он включает в себя политические репрессии против оппонентов. Он включает даже такой признак, как сексизм, когда женщины признаются людьми второго сорта. Что, кстати, в Беларуси очень характерно. В руководстве практически нет женщин. Там председатель Нацбанка есть и председатель Центральной избирательной комиссии. Вот и все. Остальное там мужчины. И когда происходят национальные праздники, то в театре в Большом, в Белорусском, или на каком-то стадионе, вот трибуна правительственная, это абсолютно мужская трибуна. Поскольку Лукашенко приходит без жены, то все тоже приходят без своих женщин. Ну и так далее. Поэтому я называю этот режим фашистским. Вот там уже, да, там невозможно поехать в лагерь лукашистов, потому что это неприлично. И это бессмысленно. То есть в России нечто иное пока? Ну, в России есть надежда, что не дойдет до белорусского сценария. Хотя надежда минимальная. Павел Шереметт у нас в реальном времени на Финам.фм. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 16 минут. Это реальное время. Финам.фм. Здесь со мной, в студии прямого эфира. Павел Шереметт. 65 10 99,6. Код Москвы 495. И финам.фм. Это, соответственно, наше средство связи. На портале идет прямая веб-трансляция. Ну вот, кстати, о надеждах. Вы сказали, что в России есть еще надежда на то, что, как это говорит Борис Немцов, лукашизация не произойдет. Хотя он убежден, что она уже произошла. Так вот, о надежде. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев назвал недопустимыми и циничными заявления представителей «Справедливой России» о необходимости поставить вопрос об отставке губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с трагедии на Кубани. Я прошу заметить, поставить вопрос. То есть «Справедливый Россий» даже не обсудить. И это вот прямая цитата из Воробьева. Что касается выступления представителей «Справедливой России», я считаю, что они под собой имеют лишь одну цель. нажить дешевый политический капитал. Считаю, что это недопустимо, некрасиво и даже цинично. Я не очень верю в перспективы отставки Ткачева, поскольку у Ткачева удивительно хорошее отношение с Путиным. Ткачев, губернатор Краснодарского края, пользуется безусловным доверием именно Путина, не Медведева. Если бы сейчас президентом был Медведев, то судьба Ткачева была бы под вопросом. Более того, примерно год, может быть, чуть больше, его чуть не отправили в отставку. И как раз его чуть не отправил именно Медведев. Это чуть Владимир Путин. Да, это чуть именно Владимир Путин. На чем основано вот это доверие? Причем это доверие Ткачев заслужил достаточно давно. Это не связано с Сочинской Олимпиадой. Это доверие он заслужил в начале 2000-х годов. И тогда впервые они поехали вместе с Потаниным, Путин, премьер Медведев, даже нет, уже был, только-только он стал президентом. И Немцов, они поехали в Австрию кататься на лыжах, чтобы посмотреть, как устроены австрийские курорты, чтобы построить что-то в Сочи. И это был первый вообще, по сути дела, горнолыжный спуск Качева с горы. Потому что, как рассказывает тот же Немцов, когда они поднялись туда наверх, а Ткачев вышел в дорогом костюме, он был лучше всех одет, и все решили, что он мега-горнолыжник. Но когда они поднялись наверх, Ткачев шепнул на ухо Немцова, Боря, я не знаю, что делать, ты мне покажи, я вообще первый раз. И Путин ему сбросил, что, знаешь, ну тогда иди пешком вообще. Но тот встал на лыжи, понесся, Путин упал, он упал. Ну там была, в общем, интересная история. Может быть, пережив вместе первый спуск с горы, вот они так сблизились. Но Ткачев умеет себя вести в компании, он очень хлебосольный хозяин. Он, поэтому вот Путин так любит в Сочи бывать. Он умеет вот разыграть эту казацкое застолье, умеет разыграть там, шашками помахать там и так далее и тому подобное. И тем не менее, Павел, многих удивляет. Вот особенно сегодня, да, и я и среди наших с вами коллег эти темы все обсуждаются, да, и обсуждал. Но все задаются вопросом, ну откуда вот эта сила, да? То есть мало, как и вы, коллег журналистов, кто считает, что его отправят в отставку. Я имею в виду Ткачева, да? То есть практически таковых нет. Хотя, простите, кроме Крымска, да, вот этой страшной трагедии, до этого была Кущевка, ну и было немало других резонансных. Кущевка даже пострашнее, чем даже это наводнение. Вот если говорить о ответственности руководителя региона, ну здесь ладно, здесь стихийное бедствие. Действительно, может быть... Хотя много вопросов по поводу. Да, вопросов очень много, но это стихийное бедствие. А Кущевка — это результат системы управления, которая создана в Краснодарском крае. И результатом этой системы является там 10-12 трупов и так далее и тому подобное. Я давно об этом говорил, считаю, что здесь действует логика круговой поруки. Или если бы я был журналистом, например, газеты «Известия», то я бы это назвал чувством товарищества и чувством локтя. Путин, пройдя школу КГБ, точно знает, что обиженный человек потенциальный враг. И поэтому никогда старается и гордиться тем, что он не сдаёт членов своей команды. То есть это реальность. Это вот факт, через который он никогда не переступит. Он не сдаёт. Для него факт личной преданности важнее других факторов. Он считает, что при прочих равных условиях личная преданность может помочь решить все другие задачи. Ну, какая разница? Будет Ткачёв, вместо Ткачёва будет Сидоров. А этот Сидоров неизвестно ещё, как себя будет вести. А тут есть Ткачёв, который молодой, вроде активный, действительно хлебосольный такой, и показывает себя активным человеком. Помните, он первый в Азове открыл казино, когда поручили открывать эти все зоны горные на окраинах империи. Он первый это сделал. В поле прямо поставили палатку, по телевизору показали. Он грамотно ведёт себя на пространстве федеральных каналов. Он в Сочи ложится трупом, но всё делает. И так далее и тому подобное. И сейчас ещё этот фактор личной преданности, ощущение единой группы, он усилился. Потому что мне кажется, что начинает действовать логика войны. Путин чувствует себя в окружении врагов. И это вот постоянно выплёскивается в общественное поле, что Россия в окружении врагов. Враг. То есть это внешние враги? Враг и внешний. И внутренний. И внутренний. Поэтому мы должны мобилизоваться. Мы должны держаться вместе. Есть отдельные недостатки. Но эти отдельные недостатки мы все ликвидируем, если мы ещё больше сплотимся. Дисциплина. Мы уже сплачиваемся, Павел, 12 лет. А ещё 6 как минимум. Да. Но вот первые 12 лет чем всё объяснялось? Распадом Советского Союза. И окаянными 90-ми. Ну вот уже не работает. Советский Союз 20 лет. Окаянные 90-е тоже уже были давно. Вот уже 12 лет, когда можно исправить было все ошибки. Нет, риторики единороссов в 90-е, они как бы звучали, так и звучат в этой студии. Да, но люди уже понимают, что там. И опять же, есть же научные исследования социологические, которые показывают, что не работает. Что опять вот эта мобилизация, значит, теперь уже внешний враг. И иностранные агенты внутри. И мне кажется, что Путин человек очень ранимый, очень обидчивый. Может быть, меньше, чем Медведев, кстати. Но вот Медведев обидчивый, а Путин ранимый. Почувствуйте разницу. Да, да. Это вот разница здесь есть. И поэтому Путин все воспринимает, вот, как бы любую критику воспринимает, вот, очень болезненно. Как личное оскорбление? Нет. Вот Медведев как личное оскорбление, а Путин как вот, как угрозу. Вот обидчивый и ранимый. Для ранимого любая критика это угроза, потому что она его вводит в транс какой-то такой негативный. А для обидчивого человека это, ну, как бы оскорбление, поэтому он не отвечает по-другому иначе, да. Поэтому Кудрину устроили выволочку за несколько каких-то, в общем, ну, таких необычных фраз, да, рассуждения вслух безобидных. А в других ситуациях, вот, Аксинь и Собчак устроили обыск, потому что это угроза. Это угроза. Как она себя ведет, это угроза, потому что это, она предатель. Я думаю, что тут несколько факторов, конечно, но она предатель. То есть самое болезненное для Путина это предательство? Да, да. Вот это не прощается. Да, вот лучше, конечно, он проще общается с явными врагами, которые, вот как с Борис Немцов, да. Ну, явный враг никогда не был другом, вот. А если он был другом, а стал перебежчиком, то это у этого человека судьба незавидная, вот, я так, я думаю, во многом. Я вообще уверен, что политика, она, на две трети, это психология. Эмоции. Да, это психология. И ведь уже 12 лет невозможно предугадать действия власти, потому что клуб закрытый, решения принимаются за узким. Постоянные споры, рассуждения, моделирование. Называют, вот, когда там выбирают председателя правительства, да, называли миллион разных кандидатур, ни разу даже близко не совпало, да. И я всегда говорил... Разве что последний раз, когда 24-го было уже обещано друг другу, да. Это исключение, да, вот, подтверждающее только правило. И поэтому я всегда говорил, что если вы хотите понять, в каком направлении мы будем двигаться, вы должны понять психологию того же Путина, человека. Поэтому я там много разговаривал, когда его назначили, еще премьер-министром, потом он стал первый раз президентом. Я очень много разговаривал со всякими выпускниками школы КГБ. А чему вас учили? Какие запобеди вам закладывали? Вот одна из них, это обиженный человек, потенциальный враг. Она такая яркая, поэтому... И действительно, если вы вспомните, ну, практически никого, никто не ушел со скандалом и никого не добили. Даже во времена Ельцина люди, выпадавшие из обоймы, могли жестоко поплатиться потом. Исключением может быть Касьянов и то. Ну что, у него дачу забрали, неправильно приватизированную, как считали милиционеры или прокуроры, я уже сейчас не помню. Но могли же вообще просто по миру пустить. Но Путин двухтысячных, Путин нулевых очень сильно отличается от нынешнего Путина. Я думаю, что мы увидим другого президента. В чем суть этих изменений? Мне кажется, что первый раз, когда он стал руководителем России, он был менее циничным. Он был более сомневающимся человеком. И он, ну, действительно искал компромиссный путь для страны. А сейчас? Он не ищет компромиссного пути, потому что он точно знает, чего он хочет и куда мы все должны двигаться. Компромиссный путь... Это такая самоуверенность. Да. Вот мы сейчас увидим самоуверенного или уверенного в себе человека. У него есть ощущение миссии. Нулевых у него не... Он не был миссионером. Он хотел из лучших побуждений защитить страну от распада, сделать ее лучше и так далее и тому подобное. Он пришел в политику сразу на должность главы государства, по сути дела. Я не беру там эти полтора года, что он уходил в ФСБ и так далее. И тому подобное. И путь компромиссов это путь, когда вы или не уверены в себе, и поэтому вы слушаете разные точки зрения. Или вы хотите национальный компромисс. Вот сейчас мы видим другого человека. У него есть миссия. Он чувствует себя великим. И он хочет войти в историю. И более того, ему кажется, что он знает, как он в эту историю войдет. Павел Шеремет, Реальное время, Финам.ФМ. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута, Реальное время, Финам.ФМ. Здесь Павел Шеремет. Ваши звонки на 651099, 6 код Москвы, 495. И финам.ФМ, наш портал в интернете. Павел, ну вот на ваш взгляд, почему сегодня господин Воробьев, который, ну, наверное, они могли промолчать, я не знаю, может еще что-то придумать, да? Но вот именно сегодня они заявили, что отставка Ткачева – это циничный шаг, да? Это некрасивый шаг, там, и так далее. Это оторванность от жизни, нежелание услышать другие мнения. Что это? Круговая порука. И они разорвать ее не могут. То есть, как говорят в таких случаях, мужики хорошие, но ничего не могут помочь. Они, у них сейчас сознание людей, которые оказались в осажденной крепости. Крепости, во-первых, нет. Во-вторых, ее никто не осаждает. А они все равно чувствуют себя, как будто они на войне. И ведь это же самое простое объяснение. Вот сам же Ткачев, он приехал, и когда в те районы, и Путин туда прилетел. И первое, что он стал говорить, что оппозиция, воспользовавшись трагедией, ведет там что-то себя цинично и так далее, и так далее. То есть, у него в голове оппозиция, а не жители Крымска. Он должен Путину рассказать про оппозицию, которая действует в Крымске. Понимаете, еще трупы лежат на улицах, еще поселок представляет из себя заболоченная какая-то местность. Еще до сих пор в домах там вода стоит по пояс. А Ткачев рассказывает первым делом не о том, как они спасают, не о том, как они будут спасать, не о том, как они отстроят Крымск, здесь будет город-сад, не о том, что он виноват, что не ночевал в этом городе, хотя не должен был ночевать, но все равно. А он говорит про оппозицию. То есть, у них уже есть система координат. И когда мы говорим о том, что Путин великий, чувствует себя миссионером и знает, куда нам надо всем идти, и туда нас поведет железной рукой, это одна часть истории. Почему я тогда и написал вот этот пост агенты глупости? Потому что меня возмутил не новый президент, а то, что всегда в таких ситуациях появляются негодяи, появляются вот эти мухи, появляются вот эти лакеи, которые начинают пользоваться новым состоянием своего кумира или своего патрона, начинают говорить ему только то, что он, как они понимают, хочет услышать или воспринимает, и начинают играть на его слабостях и его амбициях. Фактически манипулируя им. У них-то нет никакого плана Великой России. У них-то нет никаких великих амбиций. Но они на этом играют. И пока Путин будет строить Великую Россию, они будут строить себе дома в Монако и дачи пятиэтажные. И пока Путин будет думать о России и не спать, они будут решать свои вопросы. Причем вот Ткачев, я писал когда-то большую статью, аналитическую, портрет этого человека. Он не такой простой, казак, знаете. Он казака умеет из себя изображать, но он не так прост, как кажется. Причем он всегда чувствует хорошо опасность. И он чуть что сразу больным сказывается. И сразу запускает тему в общество, что он уходит по состоянию здоровья. Так было полтора года назад, так было и раньше. Но сейчас он уже не может больным сказаться. Но он понимает, как нужно разговаривать с Кремлем. И он сразу поэтому про оппозицию заявил. Тема актуальная. Иностранных агентов тоже там же много. Путин и боги объективности все-таки надо напомнить. Слушателям так достаточно жестко одернул. Сказал, бог с ней с этой оппозиции. Ну, это очень хорошо, что с оппозиции господь бог, да? И напомнил, что все-таки о людях надо. Да, ну слава богу, что... Удивительно то, что это попало в видеоряд информационных наших каналов. Ну, потому что Путин еще не совсем оторвался от действительности. Все-таки человек-то он коварный и опытный. Как чекисты их же учили в первую очередь разбираться в людях. С пяти фраз там понять, что от него хотят. Поэтому я думаю, что он это тоже... Он как бы эту комбинацию разыграл там в правильное русло. Он-то отец народов. Ткачеву надо задницу спасать и у кресла держаться. Поэтому он добегает до своего царя, падает в ноги и кричит про оппозицию. А царь, ну, он как бы понимает все. Он над, да, парит. И он говорит, ну, с ними-то разберемся потом, они никуда не денутся. Но пока о людях давай подумаем, поговорим. Давай по 10 тысяч всем, по миллиону семьям погибших, дома построим и так далее и тому подобное. Ну, а там... То есть вот у каждого своя игра. Но в какой-то момент царь просто уже перестает успевать реагировать. Потому что вот этих вот мух появляется очень много, да. И они все время подсовывают что-то. Вот у нас тут митинги. Это не потому, что разрыв происходит ментальный между правящей элитой и активной частью общества. А это потому, что у нас закон о митингах слабый. Давайте ужесточим, да. У нас тут вот Навальный с Ксенией Собчак. Но это не потому, что они такие популярные. Не потому, что они говорят вещи, которые нравятся людям. А вот потому, что они деньги получают из Госдепартамента, да. И вот люди там выходят с одиночными пикетами. Потому что... Не потому, что их достало. А потому, что они им деньги платят из Америки. Давайте мы ужесточим закон. И пусть они как евреи... Это мухи, да? Мухи, да. Пусть они как евреи со звездами ходят с надписью, что они иностранные агенты. А Путин в этом и всему верит? Ну, то есть глава государства все-таки, мы с вами понимаем, имеет по меньшей мере несколько источников информации. Да. Разных. Уже не несколько. Уже не несколько. Это я еще помню, когда по ситуации моей работы на Первом канале. Как? То есть, что происходит? Значит, люди в Кремле пишут инструкции для федерального телевидения. Кого показывать, о чем говорить. Потом федеральное телевидение по этим инструкциям делает программы и сюжеты. Люди в Кремле, в свою очередь, смотрят после всего эти сюжеты. И, в общем-то, им кажется, что это и есть жизнь. Я им еще пять лет назад говорил. Дорогие мои, вы не знаете уже жизни реальной. Потому что вам показывают... Ту Россию, которую вы прописали в своей инструкции. Вы пишете эти сюжеты, потом их смотрите, и потом верите, что вот эти сюжеты и есть правда жизни. А это не так. Поэтому, когда мы говорим о том, что у Путина есть несколько источников информации, это уже не актуально. Одна из трагедий вот этих авторитарных режимов как раз заключается в том, что они, правители, не знают правды. Они живут в параллельной реальности. И когда мне говорят о том, что... Ну вот, и я тоже говорю, есть надежда. Я на самом деле просто... У нас у всех, Павел, есть надежда. Я на самом деле себя успокаиваю. Я вообще считаю, что никакой надежды нет. Никакой нет. Я год назад говорил о том, что нас ждет диктатура. И никто в это не верил. И теперь продолжаю повторять о том, что нас ждет резкое ужесточение, похолодание политического режима. И нас ждет диктатура жесткая, но короткая. И никакой народ не выйдет. Вот все говорят, что вот, тут это все рассыпется. Недавно было большое совещание или семинар экспертов, социологов, которые говорят о том, что будет осенью новая волна, обострение и так далее, и так далее, конфликт будет нарастать. Но я считаю, что если не будет жестких социальных потрясений, то это все может еще бесконечно тянуться. И поэтому у меня вот такое уныние было. И поэтому мне вот захотелось высказаться в том смысле, что как жалко потерянных лет. Потому что эти люди, которые сейчас нас ведут куда-то опять, они истории свои не знают. Они такие русские патриоты, но они страны-то свои не знают. Это можно вот разложить. Я не отсылаю к Ивану Грозному, монголо-татарскому игу, даже к Петру Первому не отсылаю. Но вот был такой царь, Николай Первый. Вот режим очень, его взгляды, его поведение, психологический портрет, его очень похож на портрет Владимира Путина. Суровый, строгий, такой вот правильный, хотел лучшей доли, совпало с окаянными, у него начало его правления совпало с окаянными вот этими вот годами декабризма. Со стресса начал он управление, видел вот этот весь бардак, ужесточал порядок, довел это все до какого-то совершенства, и закончилось его правление. Слава Богу, он это не увидел. Крахом России и страшный, и фактически отрицанием его сыном всего того, что Николай сделал. Вот его сын перечеркнул все правление отца после вот этой страшной Крымской войны. 20 век, да. Я делал фильм про этих несчастных крестьян, которых уничтожили в тайге. Бессмысленно, ради политических амбиций. 5 миллионов утонуло в этих болотах. Сталинизм этот безумный. Чем это закончилось? Тем, что через несколько лет после смерти вождя народов пришли к власти политики, которые полностью отрицали все, что было сделано. Я не говорю уже про крах Советской империи. Всего-то 70 лет. Всего-то 70 лет. А нам казалось, что это будет вечность. Белоруссия, Лукашенко. 18 лет этого фашизма. 18 лет люди страдают, терпят. Ради чего? Сменится власть, будет построена совершенно другая система, которая будет полностью отрицать. И вот сейчас мы это все видим в России. 20 лет страна существовала без всякого закона об агентах. Советский Союз развалился без всяких правозащитников. Не было никаких правозащитников. Не было никакой ассоциации «Голос», которая получала деньги из Вашингтона и следила за тем, как там выбирает Верховный Совет Советского Союза. Не было это ничего. Было только КГБ, газета «Правда» и счастливые трудящиеся. Все рухнуло так стремительно, что, в общем, сейчас многие даже не верят в это. Вы думаете, нечто подобное вновь повторится? Ну, трудно точно прогнозировать. Через год, через два, через три. Много очень факторов. Но придется, если я вас правильно понял, пройти через жесткое закручивание. Да. А, как вы сказали, это будет кратковременно носить характер. Да. И затем это все рухнет. Да. И вплоть до того, что мы... Я думаю, что многих это не должно радовать. Это, например, меня этого не то, что не радует, меня это пугает. Поэтому я так жестко формулирую. Потому что, ну, я опять же, как романтик, я считаю, что надо кричать об этом на всех углах. И, может быть, мы опомнимся. Я еще как журналист считаю, что мы... Пусть мы даже сгущаем краски. Потому что это может все закончиться распадом страны. А может быть и не сгущаем. Не по типу Советского Союза, да, потому что там распад был по национальным окраинам и так далее. Но какие-то куски отвалятся. Слушайте, не так давно Россия для всего мира была какой-то медвежьим углом. Еще 300 лет назад. И Европа просто получала из России икру, пеньку и древесину. И на нас смотрели, как на диких вообще медведей. Но почему мы считаем, что не могут так сложиться обстоятельства, что мы опять превратимся в какую-то вот такую богом забытую территорию, которую населяют дикие люди. Это опасно. Это страшно. Поэтому нужно об этом говорить. Искать консенсус, пытаться разные точки зрения свести. Но я думаю, что все равно мы станем заложниками вот этого окопного сознания. Сознания людей, находящихся в осажденной крепости. Потому что они-то говорят, что защищают Великую Россию. А на самом деле защищают свои яхты и миллиардные барыши. Павел Шеремет в реальном времени на Финам-ФМ. После краткого выпуска новостей ваши звонки на 65 10 99 и 6. Ваши письма на финам.фм. Здесь в московской студии прямого эфира Финам-ФМ. Павел Шеремет. Давайте эту четверть мы проведем уже в интерактивном режиме. 65 10 99 и 6. Код Москва 495. Финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Смотрите, слушайте. Алексей из Москвы пишет. Вопрос Павлу. Не готовы ли на основании вышеизложенного вести работу, подобную работу, которую ведет Навальный? Например, вести конкретное журналистское расследование о коррупции и нарушении демократических свобод в России? Я не Навальный и, конечно, не могу заниматься тем, чем занимает Навальный, потому что даже не хочу. Потому что Навальный политик. Он не журналист. Он не журналист. И он не ведет журналистского расследования. Он ведет, может быть, расследование как юрист, как адвокат, как общественный деятель. Ведет очень успешно, активно. Но это не журналистское расследование. Я мог заниматься политикой уже давно, но мне это просто неинтересно. Я журналист. И в этом моя миссия. Я, в общем, много чего пишу, всякого такого и нелицеприятного для власти, и журналистские расследования и так далее, и тому подобное. Поэтому я лишен политических амбиций. Только имею профессиональные и гражданские. Идем дальше. Добрый вечер. В эфире как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Да, слушаю вас. Я был. Вначале я говорил о вашем, а теперь продолжаем. По поводу Ткаченко, да, мы говорим? Ткачева. Ткачева, да, товарища нашего, бессменного. Смотрите, ну вот, если мы еще в этой теме, а мы над тем общаемся, я считаю, что команда должна, ну, была в массовку попадать в таких событиях, она всегда не должно, не доверие выражать. То есть она такое, себя уважает на самом деле. Вот хороший момент. Вот я смотрел, я думаю, вы тоже видели. Спасибо большое. В Ютьюбе, да, в виде, которое выложено по итогам встречи, вот субботние, да, по-моему, или в воскресенье, я уже сейчас могу просто... Ткачева, да, и там, в общем-то, он получил по полной программе. Воскресный, ну, это воскресная встреча, но, в общем, люди там на юге горячие, и... Там женщины так себя выступили по полной программе. Я не знаю, просто я хочу ухватиться вот за эту фразу нашего слушателя, да, который сказал, ну, население должно выказывать свое недоверие. Ну, а как население может высказать свое недоверие, если нет выборов? Ну, а любые акции протеста, митинги, шествия, демонстрации либо жестоко подавляются, или жестко подавляются, либо игнорируются властью. Поэтому многие люди боятся проявлять свое недовольство. Многие люди считают это бессмысленным. И... А те, кто хочет как-то проявить, в общем, набор средств очень маленький. Выбора их нет. Митинги, шествия, ну, как-то тоже... Подумайте. Подумайте, да. Новый закон, там, еще что-то. Ну, либо просто... Поэтому такая радикализация идет протеста. И это все фиксирует, что, ну, невозможно достучаться до власти, не слушают ни аргументов простых, ничего, а слушают только вот какие-то радикальные... Или не слушают даже, а реагируют на какие-то радикальные проявления. Ну, у Ткачуа, в принципе, с авторитетом-то большие проблемы уже давно. И не только Кущевка. Но этому не мешает оставаться губернатором. Ну, он не единственный такой. Да. У нас есть... Так, для объективности есть. Да, да. У нас есть и более яркие персонажи. В принципе, эта ситуация в Краснодарском крае, с точки зрения экономики, не такая. Это плачевная. И сельское хозяйство там, и промышленность, и курорты. И действительно, кстати, с курортами там очень хорошая ситуация. Геленджи просто картинка. Лучше даже, чем Сочи. И по иронии судьбы, вот Сочи это... Развивается как курорт массовый, а Геленджик-то развивался как курорт элитный. Поэтому там и у Патриарха домик, и премьер-министру хотели построить там резиденцию еще одну. И аэропорт сделали прямо в Геленджике. И город очень красивый. И набережная прекрасная. Я был там год назад специально просто проехал по всему побережью. От Анапы до Адлера. И я видел то, что сделано в Геленджике. Но вот бабло не побеждает зло. Поэтому это деньги... Это не панацея от всех наших бед. Павел Шеремет в реальном времени. Добрый вечер в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Анна, Москва. У меня, знаете, какое наблюдение? Вот смотрите, когда происходит какая-нибудь техногенная катастрофа или, я не знаю, там, человеческая ситуация, в любом уголке мира Россия бросает все свои дела и начинает помогать, не знаю, там, дружественным, да, мягко говоря. Вот сейчас прошло сколько, по-моему, двое суток с момента аварии в Крымске. И, насколько я знаю, только волонтеры и только участники, я так понимаю, протестного движения организовались, собрали какие-то средства, деньги, я не знаю, там, лекарства и организованной толпой поехали в Крымск помогать разбирать завалы, убирать трупы с улицы и так далее. Я понимаю, конечно, что это не вопрос гостей в студии, это вопрос в принципе, собственно, почему так происходит, почему, если случается где-то авария, мы бросаемся помогать, высылаем туда вертолеты, самолеты, в Крымске и так далее. Если кто-то зарабатывает деньги у нас или в России, не происходит ровным счетом ничего. Да, да. Ну, в каком смысле? Нам никто не помогает, но президент Грузии Саакашвили предложил свою помощь, но, конечно, мы не можем принять от него никакую помощь. Для этого страна должна объявить, что она принимает помощь. Да, да. Потом у нас никогда, в общем, не принято принимать помощь, это считается проявлением слабости. Хотя я помню, что вот когда два года назад были эти страшные пожары, то было же несколько отрядов международных, которые тоже тушили пожары. И Россия считается страной богатой, поэтому считается, что она может обойтись без посторонней помощи. самостоятельно. 651099,6 финам.фм, наш средств связи. Еще раз подчеркну, Анна, для того, чтобы нам оказывали помощь, надо об этом объявить. Кроме того, Россия очень активничает в этой сфере, где в соседних государствах или очень далеко, неважно где, мы такие богатые по версии наших властей, да, что можем себе это позволить. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Михаил. Такая ситуация, конечно, горькая, очень обидная, но на мое мнение, Юрий, жалко, вот страна, не госдеп ее убивает, убивают ее чиновники изнутри. Понимаете, вот как червь точит изнутри. Вот маленькой ситуацией, да, и мы все увидели, что никто ничего абсолютно не делает, думают только о своих коттеджах, о своих миллиардах европейских домах и так далее, о своих семьях, которые туда увезли. Вот, вот, конечно, накаляется обстановка, мне кажется, люди скоро не выдержат, просто перекроют Кутузовские, да, перекроют, не знаю, Рублевку, и вот, вот я не знаю, действительно, ну обидно, обидно. Ну, да, спасибо. Ну, потому что нет, нет чувства, ощущения справедливости, что жизнь праведлива, вот этого нет. А время идет. А время идет, а слова-то произносятся как бы правильные, а дела со словами никак не корреспондируются. И самое обидное для человека это вот то, что, ну, жизнь несправедливо устроена. И все же помнят, кем эти люди были вчера, и кем они стали сегодня. И вот эти миллионеры и миллиардеры, которые приехали из города Санкт-Петербурга с одним чемоданом вещей, да, теперь они самолеты, яхты и так далее и тому подобное. И система создается вот такой тотальной несправедливости. Если бы им было что-то предложено людям взамен, вот как в Белоруссии, какая-то идея чего-то там, все время, ведь нужно же, если вы не можете людям дать нормальную какую-то систему координат, вы должны что-то запутрить им мозги, предложить какую-то какую-то мета-идею, да, вот порядок тотальный, что вот у нас все хорошо и чисто, или там светлое какое-то будущее. И вот Лукашенко это народный диктатор, он все время с народом. И выглядит так простенько, и говорит так простенько, и в эту простоту играет. Но Путин же не народный президент. Он бывает иногда, часами там поменяется. Но все же видят, что между ним и людьми гигантская пропасть. Вот на самом деле между простыми людьми и Лукашенко тоже это огромная пропасть. Но ему удается вот очень органично существовать в этом образе простого парня. И люди поэтому, ну, многие как бы готовы терпеть. Им кажется, что Лукашенко не миллиардер или не миллионер. Ну да, у него есть дача. Ну и что? А у кого нет? Он же должен быть президентом, да. Ну ездит в кортеже с охраной там и так далее. Но ему бы еще даже это простили. Но все знают, что в окружении никто не может себя ничего позволить. А поэтому вот в Беларуси это диктатура одного человека. В России будет хунта. Как вот, по примеру, Латинской Америки. Там военная хунта. У нас будет хунта выходцев из спецслужб. А армия у нас не имеет авторитета. Армию боятся. Армия вообще, там есть разные настроения тоже. Там советские генералы мутят в воду все эти полковники, Квачковы и так далее и тому подобное. Вот у нас хунта в том смысле, что это будет правление группы. У нас поэтому, когда все готовы просить президенту яхты, дачи и так далее, но они не готовы то же самое терпеть от министров. Да, от окружения. И поэтому вот эта несправедливость, вот эти мигалки, вот эти машины с охраной просто людей сводят с ума. В Беларуси мигалка только у одного человека и у сотрудников ГАИ. А здесь непонятно у кого мигалка. Какой-то вор Лимон по кличке жопа, а у него уже мигалка. И еще охрана, и этот человек может тебя уничтожить, и ты точно знаешь, что ты не найдешь на него управы. Вот это люди не могут терпеть. Дайте еще один звонок успеем принять. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. О, добрый вечер. Да, как вас зовут? Дмитрий, вы знаете, я хотел бы такое крайне неоднозначное мнение выразить. Дело в том, что вот, конечно, обидно говорить сегодня про то, что случилось с нас на ИГР России. И обидно очень то, что, конечно, власти говорят, что там 171 человек погибло. Погибло гораздо больше. И очень обидно, что нас власть считает за дураков, да, то есть пытается обмануть, как не знаю, может это ложь о спасении, но я сам как бы был однажды участником, скажем тогда, катастрофы, где очень много людей погибло. И было сказано, что погибло 2-3 человека. Но вопрос не в этом. Вы знаете, я вот сейчас еду на день рождения человека, который там вчера был, только сегодня оттуда вернулся. Вот, он хорошо известен, это Максим Мищенко. Вот, того человека, который, один из тех людей, которые вот гость вашей сегодняшней программы называют там «Сволочи» и так далее. Вы знаете, я хотел сказать следующее. Вот не все так однозначно, как вы говорите, как ваш гость говорит. Я вот много смотрел его фильмов. Я, в общем, уважаю этого человека, но, вы знаете, мне крайне вот сегодня я был поражен без апелляционности его высказывания. Я все-таки считаю, что человек такой уровень должен как-то вот аккуратно говорить и... В чем суть без апелляционности? Без апелляционности? Ну, потому что, в общем-то, человек грамотный, уважаемый, например, мной, но, вы знаете, вот такие пафосные... Я вот сейчас, к сожалению, пример не могу привести. Вот просто пафосное такое, знаете, вот издевательское высказывание по отношению не только к власти, да? Там во власти, поймите, есть хорошие люди, нормальные люди, да? То есть... И, ну, так получается, что, да, то есть... Да, простите, это я прерываю, это не цензура, просто наше время заканчивается. Очень короткий, Павел, комментарий. Я согласен, что нельзя всех под одну гребенку, но когда все депутаты Единой России подписываются под аморальным законом, глупым законом о иностранных агентах, специально, демонстративно это делают, хотя их просят подумать и не заниматься провокациями, но когда эти люди сознательно, все как один подписываются, значит, они согласны с тем, что их могут точно так же коллективно обозвать подонками, негодяями, которые своими неумными, глупыми действиями ведут страну в пропасть. Павел Шереметт, Реальное время, Финомофа.